Памятный знак Кругобайкальской железной дороги Итак, 8-10 утра, все, покидаем наши места стоянки, там оно осталось И идем в Порт-Байкал, позавтракали чаем с печеньками и гематогенками, каша кончилась Ну ничего, через 7 километров в Порт-Байкал, может там что-то перехватим Ну и на паром, вот так вот Порт-Байкал Видели Нерп, вот там где-то они в воде, головы торчат, на видео, наверное, будет не видно Ну хоть что-то Ну и что, нам осталось 5 километров до Порт-Байкала А, кстати, забыл вам рассказать, ну вы, наверное, знаете, конечно, о легенде про золото Колчака, которое хранится здесь, в водах Байкала То, что белочехи везли состав золота казенного из Казани, так называемое золото Колчака в Владивосток и здесь их большевики где-то подловили, взорвали поезд, ну и поезд туда входит в воды и ушел И вот сейчас всякие экспедиции проводятся по поводу поиска этого золота Колчака Ну вот такая вот легенда есть, что Байкал забрал золото Колчака себе, найти до сих пор не могут Вот так вот-вот Ну что, вот мы и дошли до Порт-Байкала На самом деле, ну сколько мы? У меня получается 4 идти Если километров по 20 в день делать, то это не запарно Так что вот так вот Все, в 10, сейчас 9.30 Через час с небольшим паром И мы пополним в Листрянку А сейчас пойдем искать буфет Горячие напитки, пирожки И всякое такое вкусное Итак, друзья, зашли сразу на вокзале в буфет И вот нам сварили кофе Отлично с молоком И взяли 3 с капустой и 2 с картошкой и тархун И все это нам обошлось с 320 рублей Вообще нормально Кофе 50 рублей, пирожки по 35 рублей Тархун 45 рублей И сейчас мы будем это есть Наконец-то кофе Ура! Ну что, друзья, вот мы на пароме Собственно, вот расписание Мы стартуем в 10.45 Ценность проезда 65 рублей с человека За взрослые Ну и, собственно, вот Пикан-гора Плывем из порта Байкала В поселок Листвянку В Байкал впадает больше 300 рек и ручьев И лишь одна река из Байкала вытекает Это Ангара Вот Вот там вот, если посмотреться Можете увидеть Шаман-камень Такой маленький-маленький-маленький Ну, наверное, он раньше был больше Когда еще не построена была Иркутская ГЭС Ну, наверняка вы знаете всю легенду Про Ангару Ну, ладно, расскажу Как уж и быть В общем У отца Байкала Было 300 сыновей И 30 дочек И одна была любимая Ангара-младшая И однажды Ангара прознала Про красавица-богатыря Енисея И ночью Разорвала горы И убежала от отца К нему, к Енисею Проснувшись Отец Байкал Пытался за ней побежать Но не смог Ноги старые подвели его Тогда он взял камень И кинул ей в догонку И камень упал У истока Ангары Но так и не смог Помешать бегству Вот, собственно Такая вот легенда А так Шаман камень Может, получше Уже стало видно Сейчас Вот так вот Вот так вот и плывем А вот там уже листьянка Редактор субтитров А.Семкин